В прошлом году конгресс проходил в Минске, теперь организаторы решили провести форум в Сочи. Ведь, как утверждают специалисты, курорт не только экологически чистый, но и богат необходимыми для здоровья природными компонентами. Бальнеологические целебные источники – хорошая профилактика заболеваний различного типа. И эта тема будет отдельно рассмотрена экспертами в ходе деловых программ. Нам хотелось бы вновь поднять этот вопрос, обсуждая о городе Сочи как о круглогодичном бальнеологическом курорте, который мог бы принимать тысячи и тысячи наших граждан для того, чтобы обеспечить их здоровьем и теми природными ресурсами, которые богат этот край. В Олимпийской столице активно развивается и спортивная жизнь, а это считается основой здоровья. Приветствуя участников Конгресса, мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что врачи со всего мира должны на своем примере популяризировать активный образ жизни. Сочи после Олимпийских игр сегодня является городом, где для нас главным является спорт. Мы на самом деле сегодня имеем великолепную постолимпийскую базу. Это и наши ледовые дворцы, это и инфраструктура города, это и, конечно, новые наши курорты горноклиматические, которые позволили стать нашему городу-курорту круглогодичным курортом. Я уверен в том, что вы изучите наши возможности и обязательно будете приезжать к нам не только на конференции, чему мы очень рады, но и со своими семьями, близкими, друзьями приезжать на отдых. В ходе Конгресса специалисты также обсудят инновационные разработки и научные исследования в области андрологии, мужской репродуктивной системы, влияния различных заболеваний на качество жизни и междисциплинарные вопросы мужского здоровья. Сейчас средняя продолжительность жизни у мужчин чуть больше 60 лет, и это уже результат работы подобных Конгрессов, так как 11 лет назад этот показатель был на уровне 58 лет. И, очевидно, еще есть над чем работать. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.